А теперь давайте обсудим разницу между различными типами элементов. Инлайновыми или строчными, инлайн-блочными и блочными. Для этого я создал три небольших текста, внутрь каждого из которых положил ссылку. Так вот, в первом тексте вставлена ссылка с классом Inline, и для него я задаю DisplayInline. Во втором тексте вставлена ссылка с классом InlineBlock, и для него я задаю DisplayInlineBlock. Ну и, естественно, в третьем тексте у меня здесь класс Block, и я задаю ему DisplayBlock. Кроме этого, на всех трех ссылках у меня используется один и тот же класс Box, в котором у меня сейчас добавлен только фоновый цвет. Для начала давайте посмотрим, как элементы выглядят по умолчанию. Инлайновый элемент располагается в строке текста, и по ширине и высоте занимает минимально необходимое место. InlineBlock также располагается в одной строке с другими элементами, и по высоте и ширине также занимает минимально необходимое место. Блочный же элемент занимает отдельную строку, по ширине растягивается на всю ширину родительского блока, по высоте он также, как и остальные, занимает минимально необходимое место. Теперь давайте попробуем задать всем нашим блокам высоту. Я раскомментирую вот это правило, и вижу, что мой inline-овый элемент никак не изменился, inline-блочный стал выше, и блочный также стал выше. Теперь давайте установим ширину. И я вижу, что ширина установилась для inline-блочного, для блочного, но никак не повлияла на inline-овый. Таким образом, по заданию размеров, inline-блочный элемент ведет себя так же, как блочный элемент. Мы можем их установить, а inline-овый игнорирует задание размеров. Окей, теперь давайте отключим задание размеров, и попробуем установить line-height, высоту строки. И мы видим, что для inline-ового элемента немного увеличилась высота строки, в которой он находится, но не сам элемент. Для inline-блочного высота строки повлияла на высоту элемента, и, естественно, это раздвинуло соседние строки, поскольку наша строка теперь стала выше. И то же самое мы наблюдаем для блочного элемента. Наш элемент стал выше, и соседние элементы раздвинулись. Почему это важно, что здесь у нас элемент увеличился, а здесь увеличилась только строка, в которой он находится? Для этого я и добавил в текст ссылки, а не обычные спаны или дивы. Дело в том, что у ссылки есть так называемая кликабельная зона. И если я навожу мышкой на ссылку, у меня появляется курсор pointer. Это означает, что я могу на нее нажать. Если же я наведу чуть ниже, то курсора pointer у меня нет. Значит, здесь нажатие на ссылку не сработает. А вот для inline-блочного элемента мы видим, что сверху это тоже сам элемент. Поэтому если я вот здесь наведу мышкой, то я могу кликнуть точно так же, как и ниже. Ну а для блочного элемента я могу кликнуть вообще где угодно, хоть справа, хоть сверху, хоть снизу. Таким образом, визуальный размер элемента – это не просто видимая его часть, но и та часть, с которой можно взаимодействовать. Окей, давайте теперь выключим line-height и зададим, например, свойство padding. И мы видим, что padding визуально добавился ко всем трем элементам. Наш блочный элемент теперь имеет отступы. Inline-блочный также имеет отступы со всех сторон. И inline-овый имеет отступы со всех сторон. Причем обратите внимание, что эта область, которую мы добавили при помощи padding является кликабельной. Но важным отличием inline-ового элемента от inline-блочного и блочного является то, что вертикальные padding нашего элемента не раздвигают соседние ряды. Сверху наши padding накрывают предыдущую строку, а снизу они как бы залезают под следующую. При этом горизонтально padding раздвинули элементы. Давайте сейчас сделаем горизонтальные padding больше. Я пишу здесь 30 пикселей. И вижу, что даже inline-овый элемент теперь занимает больше места по горизонтали. Но при этом строки не раздвигаются. Для inline-блочного все работает более логично. Если элемент занимает много места, то и, естественно, строка, в которой он находится, растягивается по высоте. Теперь давайте отобразим рамки наших элементов. Как вы видите, рамки отображаются на положенных им местах. При этом рамки являются частью кликабельной зоны. Если я навожу на рамку, то это все еще часть элемента. Если я здесь кликну, у меня произойдет переход по ссылке. И это верно для всех трех элементов. Но, как и в предыдущем случае, вертикальные рамки для inline-ового элемента никак не влияют на положение соседних рядов. Ну и теперь давайте добавим margin. Мы видим, что margin отталкивают соседние элементы. Что для блочного, что для inline-блочного. И даже для нашего inline-ового элемента. Но, правда, это происходит только по горизонтали. Для того, чтобы убедиться, что у нашего inline-ового элемента нет вертикальных марджинов, мы сейчас откроем developer tool. Здесь я нажимаю на вот эту стрелку выбор элемента. И теперь навожу на блочный элемент. Мы видим, что у него есть контент, потом есть паддинги, бордер и марджин. Навожу на inline-блочный. Кстати, обратите внимание, что я ниже могу видеть размеры этого элемента. Так вот, здесь у меня также есть контент, паддинг, бордер и марджин. Но если я навожу на inline-овый элемент, то у него есть только горизонтальные марджины. Таким образом, вертикальные марджины не применимы к inline-овым элементам. Окей, мы разобрались с геометрией. Теперь давайте выключим все эти свойства. И посмотрим на еще одно поведение inline-овых и inline-блочных элементов. Если поставить рядом два inline-овых элемента, то между ними оказывается пустое место. Вопрос, откуда оно берется? Все дело в том, что в строке все символы занимают место. И между двумя этими inline-овыми элементами у меня сейчас есть перенос строки и четыре пробела. Вы помните, что в HTML это отображается как один пробел. Так вот, пустое место между двумя inline-овыми элементами это просто один пробел. Если я поставлю их без пробела между собой, то я увижу, что они стоят вплотную. Таким образом, когда мы при вертке размещаем элементы так, как нам удобно, то для inline-овых и то же самое для inline-блочных элементов, между ними образовывается дополнительное свободное место в виде одного пробела. Это нужно учитывать. Если вы хотите использовать дисплей inline-блок для размещения нескольких элементов в ряд, в этом случае у вас между элементами будет еще и дополнительный пробел. И раньше, когда inline-блок это был один из немногих способов выставить элементы в ряд, это вызывало массу неудобств. Но сейчас есть другие способы выставить элементы в ряд, и поэтому эта проблема уже не актуальна. Для блочного элемента все просто. У нас два элемента располагаются друг под другом, и между ними нет никаких зазоров. Причем это верно, даже если два элемента по ширине могли бы поместиться рядом, все равно они будут располагаться друг под другом. Еще одним важным отличием inline-овых элементов от всех остальных является то, что внутри inline-ового элемента не может находиться блочный. Ну как, чисто технически может. Если я добавлю здесь параграф и вставлю в него слово, то я увижу, что этот параграф у меня разместился как отдельный. Он как бы и не находится внутри моей ссылки. У него нет даже фона. Если я, например, включу рамку, то я увижу, что рамка осталась в строке, а мой параграф вообще находится в другом месте. Но при этом вы видите, что это все-таки ссылка. То есть чисто технически разместить блочный элемент внутри inline-ового возможно, но выглядит это совершенно непредсказуемым образом. Если же я добавлю блочный элемент внутри inline-блока, то все будет работать так, как я и ожидал. Внутри inline-блочного элемента у меня добавился параграф, просто родителем для него является мой inline-блок, и поэтому параграф растягивается только на ширину моего inline-блока. Именно поэтому, если вы собираетесь использовать ссылку, внутри которой будет лежать какой-то блочный контент, то вам нужно дать ей display inline-блок или блок. Ну что ж, теперь вы знакомы с основными отличиями display inline, inline-блок и блок. И в последующих уроках мы с вами постепенно будем разбираться, когда и почему какие типы элементов стоит использовать.